Салют всем! Добрый день, друзья! С вами Жуас и Кей Бушудожо. Салют Фастфуд Мюзик. Привет моим слушателям, фанатам. Сегодня мы проверим, насколько хорошо отвечаю я перед камерой, нежели чем на диване перед телевизором. Погнали! Что сейчас пишу? Что сейчас пишу? Наверное, все так же. Это Весткоуст, если по жанрам Мемфис, все там мое жанровое такое. А вдохновляюсь вообще другой музыкой. В последнее время слушаю много Фил Коллинса и вся музыка тех же годов. То есть рэп вообще почти не слушаю, но делаю рэп. В принципе, вот и все. Либо надо выиграть, либо достойно проиграть. Текстовые вопросы. Что означает сланговое слово «Твизи», принадлежащее Ииту? Твизи, оружие, большой автомобиль, перкассет, кореш. Это кореш, Твизи — это брат. Майтвизи — это значит «мой брат». Да, Ит красавчик. Правильный вариант. Ответ «Д», кореш. И лего. Вступление хорошее, мы идем дальше, ребят. Ладошки-то потеют. Какой рэп-артист пропустил съемку клипа на один из своих первых хитов, забыв о дате вылета? Так, отличный вопрос. Сразу же скажу, я точно не вспомню, но я сейчас буду методом тыка это делать. Это Киев спокойно, вообще шеф спокойно мог так сделать, но тут первых хитов, насколько я помню, во время домашнего ареста он снимал на Лавсосу, да и вообще все остальные его первые хиты, это было там одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый год, у него было там криминальные моментики, вряд ли он мог вылетать и вообще не думаю, не думаю, что он пропускал. Карти вообще вполне может быть, тип забывает про день рождения своего сына, играет в приставку, так что на него это похоже. Рич Закид и Асап вряд ли. У Рич Закида, если брать прям массовый, наверное, это что там, Нью Фризер был, до Плаг Волка Нью Фризер вроде был, если не брать там свои муздексы, у них там треки вот эти. Поэтому, скорее всего, я отвечу, хотя мне надо подумать, в плейбой карте первые хиты, что у него Брок Бой, вся Плаг История была. Короче, Лан, давай, Быва не Быва, я, давай, вариант А, в плейбой карте. Прикинь, прикинь, это стыдно, это стыдно, это френдли фаер, огонь по своим, сам себя задел. Базар, да, я помню этот клип, и там его и вправду нету, а я забыл про этот трек, я думал, мы говорим про Сосу и про, извините, и про Don't Like. А ты можешь ответить, там Курьер снюс привез, походу. Бля, ну вот этого, кстати, я боялся больше всего, клянусь, вот с кем, с кем, но вот это, это я домой приду и буду до пяти утра не спать, и думать, да, молодец, жест, круто. Ну, ладно, погнали, ничего страшного. За счет чего Big Baby Tape получил первую популярность в интернете? Так, хорошие вопросы, мне нравятся, чувствую себя молодым. Коллаборация с Бульвар Депо, это Dead Hit, у них, да, был первый трек с Hood Ridge Tales, его ролики звучали среди поклонников в виде игры GTA Samp, да, это помогало еще ему Ураган Хакага с этим. Биф с Дэймбэком, это было уже давно после Драгонборна, и Федук продвинул его на интервью у Юрия Дудя. Федук сказал три рэп-артиста, он говорит, Олджи Будо и Тейп, но я не помню какой год, а GTA Samp был чуть-чуть раньше этого точно, и в этот же момент была коллаборация с Бульваром, то есть, в принципе, это все было по-нарастающему вместе. В то время, конечно, когда мне было 18-19 лет, мое здоровье оставляло желать лучшего, и моя память плохо все-все держит, но я, наверное, выберу, его ролики заверсились среди поклонников в виде игры GTA Samp, вариант С. Отлично, отлично, отлично. Какой рэпер был помилован Дональдом Трампом и освобожден в последние дни его президентского срока? Кодек Блэк, вариант Б. Снайпер Гэнг, да, я помню это, забавно. У нас такого не может быть, наверное, вообще никогда, но смешно. Какой российский трэп-артист резко пропал со всех радаров из-за серьезных проблем с правоохранительными органами? Вариант Д – это села. Ну, я, честно говоря, думаю, большинство людей, которые будут смотреть это видео, даже не знают. Но вы ознакомьтесь. В 2016, 2015, 2014 году трэп-музыка была великолепна в России. Послушайте. Кто из рэперов первым прославился благодаря танцевальным челленджам? Хороший вопрос. Soulja Boy какой год был? 2008, наверное? 2009? Snoop Dogg? А, танцевальные челленджи, а не просто танцевальные. Ну, челлендж у Soulja Boy был самый яркий танцевальный челлендж, да. У Snoop Dogg особо я не помню, прям, чтобы это было в то время, как в челленджи. Да и вообще, я был маленький, то не помню ничего. Давайте вариант Д, Soulja Boy, я за это. Вы знаете, вы знаете это. Угу, угу, круто. Мне все нравится, но за Чивкифа еще обидно до сих пор. Кто популяризировал движение и термин депп, надолго закрепив его в истории хип-хопа и массовой культуре в целом? Чтобы Элвану указать. Вроде Элван говорил в соцсетях, да, что он первый в России сделал это. Дрейк, Snoop Dogg, Мигасы. Ну, у Мигасов был, да, я помню, трек. Дрейк в целом, что первое появляется, Дрейк один из первых. Мы даже можем не рассматривать его кандидатуру. Ливан Горозио, конечно, вряд ли. Поэтому Мигас, Мигас, look at my day. Давайте Мигас, да, вариант С. Надеюсь, я прав. Да, 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 да. Очень крутой клип вообще. Я в детстве стоял тоже. Мясо вообще до сих пор актуально, я считаю. Кто из рэп-артистов владеет профессиональным футбольным клубом? Кто из американских рэп-артистов записал трек специально для саундтрека японского аниме. Я думаю, сейчас еще послушать можно будет. Так. С.Б. Канни Вест. Не помню вообще такого куча из. Ну, они вообще все фанаты, конечно, да. Там Канни у нас Акиру любят. Дензо вообще все подряд смотрел и любит очень Сёнэны. Спейс Госперп. Конечно, хорошо, что вы сюда впихнули. Но мне кажется, что он там ни при чем. Он максимально теневой персонаж в каком-то плане. Я не знаю кто, но если так логически пораскинуть, мне кажется, либо Дензо, либо Канье. Вряд ли Куча из, вряд ли Спейс Госперп. Поэтому, наверное, я скажу, что это был Дензо. Тут даже будет не обидно, если проиграю. Давайте вариант С. Дензо Кори. It is what it is, бро. Хорошо, хорошо. Кэролит Юзда, я даже не знаю, на самом деле, это аниме. Но почему-то чувствовал. Непривычно такой саундтрек слышать в аниме. Клянусь, первый такой саундтрек. Не считая Бундокс там. И еще парочку. Круто. Спецвопрос. Какой трек значимых представителей российского андеграунда нулевых был занесен в федеральный список экстремистских материалов? Жестко. Какой трек значимых представителей российского андеграунда нулевых? Нулевые годы. Кто в нулевых у нас был андеграундом? В нулевых, наверное, вообще рэп в целом, понятие рэпа, как жанра, было, мне кажется, андеграундом. Потому что там вроде на радио твой трек покрутит, ты попса. Поэтому, наверное, давайте думать, давайте думать. Я в основном слушал только там группу «Контейнер», там ТВЖ и все в этом роде, что ребята слушали на районе. Поэтому я не думаю, что «Контейнер». Остается кто? Группа «Центр» была, «Каста». Ну не была, а в то время я имею в виду. «Каста», «Центр». Кто еще? Я чисто не знаю, в этом я не силен. Поэтому буду думать, что там. Моя игра был трек, я знаю, популярен. Но это точно не он, то есть список экстремистских материалов, федеральный список. Вот именно, андеграунд нулевых, нулевых. Мне в нулевых было два. Реально можно позвонить? Только мне интересно, какой друг может знать вот это. А ты не знаешь случайно? Я могу тебе набрать сейчас. Я как звонок другу использую вот звонок счастья и говори мне два предположения, я от них буду отталкиваться. Ну, первое, что я знаю точно, в 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20. Хотя в основном там все их треки, которые я слушал, это вот как раз нулевых. Там последний альбом «Чебурашка», который более-менее мне как-то слушабельно нравится. Я больше особо и не слушал ничего нового. Тогда давай скажу, что это 25-17. На волю случая, потому что я тут реально не силен. Тут мне терять нечего. Только пойму для себя что-нибудь новое. Давайте 25-17. Как горит наш Иван. Твою мать, прикинь. Это может быть быть белым, может быть вполне, да. Но просто... А я думал о нулевых. Я думал до десятого. Чей уро это... Да, да, да. Я помню это, конечно, я помню этот трек. Я помню это все, да. Да, 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 да. Ну что, я тут оправдываться не буду. Неправильно понял вопрос. Но мы неплохо шли. Да, у нас была логическая цепочка. Аудио-визуальные вопросы. Кому принадлежит распальцовка, изображенная Дрейком в этом видео? Дрейк, конечно, забавно распальцовки кидает. Пайрус, скрипс, блатс, овио. Дрейк у нас, на самом деле, один из такого рода, я их называю, аккуратный музыкант. В том плане, что он больше бизнесмен, чем грязный музыкант. Но при этом мы знаем, за кадром Дрейк может много что делать. О его причастности к бандам ходят лишь только слухи. Понятно, напрямую не причастен. Есть у него какие-то друзья, у него есть знакомые. И он в целом, сдача моей фигуры, ему и не нужно этим заниматься. Он уже давно не молодой мальчик, он уже взрослый мужчина. Судя по тому, что я это увидел в первых двух-трех движениях, это, во-первых, точно не крипс, вообще 10 из 10. Но я не знаю распальцовку вообще овио, может она реально у них есть и так выглядит. Может он там сову какую-то кидать будет, я не знаю. Я склоняюсь, это точно не крипс, это либо блатс, либо пайрус, либо овио. Поскольку я вряд ли думаю, что он стал бы кидать пальцы прям банд. Можно будет сказать, что это овио и все снести на то, что это его лейбл, почему бы нет. Типа у многих есть свои пальцы. Но забавно, просто настолько вопрос близок ко мне, было бы прикольно попасть, круто в него. Давайте я отвечу так, еще раз повторю, не крипс и вряд ли блатс. Давайте я отвечу, что это пайрус. А давайте пайрус, давай, была не была. Вариант С. И это сейчас будет что? Я сам себя потопил железно сейчас, просто железно потопился. Но зато, не страшно, зато нормально потопился. У меня так часто в жизни бывает ничего страшного. Ну вот, теперь мы знаем распальцовку овио, и там нет совы никакой. И Дрэк не гангстер, он бизнесмен. Ну считается, что отгадал, короче, так между нами. Ладно. Окей. Вопрос от Skillbox. В каком треке использован сэмпл данной композиции армби-артистки Джене Айко? Хороший. Я не стану лучше. Это вариант Д, Янг Трэпа. Хороший. И трек, кстати, тоже хороший, вот этот. Вариант Д. Тем, кто мечтает погрузиться в музыкальную сферу, Skillbox предлагает курсы по музыкальным направлениям. Вас ждут занятия от признанных профессионалов индустрии. Обратная связь от кураторов на всем пути прохождения курса – полезные практические задания для развития вашего скилла. В программу включены курсы по созданию электронной музыки, звукорежиссури, саунд-дизайну, музыкальному менеджменту и другим музыкальным профессиям. Сегодня мы подробнее остановимся на курсе «Битмейкинг с нуля». Программа состоит из двух курсов – FL Studio и «Битмейкинг». Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на основе реальных кейсов. White Punk, Pretty Scream, Roma Capella, Stereo Rise, Bright – это неполный список продюсеров, которые поделятся своими фишками и секретами в создании битов. Вы могли слышать их инструменталы у таких артистов, как «Фараон», «Биг Бэйби Тейп», «Майот», «Боунс», «Масло Черного Тмина», «Много Знал», «Хаски» и так далее. Вы научитесь создавать биты в FL Studio, узнаете, как продвигать свою музыку и заключать договоры с артистами. Соберете портфолио и сможете зарабатывать на творчестве, а также получите год английского языка в подарок от образовательной платформы Skillbox. Переходите по ссылке в описании или к QR-коду, там вас ждет подробная информация о курсе. Также по промокоду fastfoodmusic вас ждет скидка 55%. Пародия «На какой танец?» изображена в данном отрывке сериала «Сообщество». Давайте посмотрим. Забавно. Ну смотри, two-step и jerking, конечно, это, можно сказать, более по движениям, потому что есть вот Chicago Juke. И Chicago Juke – это и two-step, и можно элементы из джокинга доставлять. Это не крамп, я не видел, чтобы он очень много руками задействовал. Я вот… Можно еще раз я посмотрю? Потому что сейчас нужно точно попасть тоже. Слушай, ну это не two-step, это не jerking, это не крампинг, остаются даги. Надеюсь, я прав. Это вариант B. Давайте даги. Братья мои. Да брось. А что это тогда? Кра… Ну базар, не знаю, я такого крампа не видел, типа базар. Я думал, будет поестественнее. Даги тоже такой не видел, но я не видел такой two-step, вот в чем еще суть. Ну непонятно было, я тоже хотел сказать, выбрать крампинг, но типа я думаю, ну вот это что? Типа такого нету, типа, то есть, ну я бы выбрал, если бы он не двигал ногами, руками раскидывал, там что-то базар. Ладно, я всегда с достоинством все принимаю. Но тоже неприятно. Кому принадлежит этот AdLib? Let's go. Fro! Нет, это не Recross, это не Gucci Mane, это не Future. Я считаю, это тучи… Но я еще раз, давайте послушаю, и потом уже скажу вариант B. Fro! Давайте вариант B, Two Chains. Вот так вот. Мастер под AdLib здесь сидит, в этом здании сейчас. На секунду подумал уже, когда вот так думаешь, что ты прав, и ошибаешься несколько раз, уже вообще все не уверены в моменте становишься. Вот после крампинга, тем более, вообще, да. Ну ладно, погнали дальше, все хорошо. Из какого аниме взят данный отрывок? Погнали. Они Рэпот стоят, да, на набережной. Это не Гетто, это не Акира, и не Человек-бензопила, это Человек-дьявол-плакса. Вариант C. Между прочим, хоть это с Нетфликсом совместно, но аниме-то неплохое, и рисовка там моментами очень крутая была в экшн-сценах. Советую тоже посмотреть, да. Какому старому хиту Дрейк сделал отсылку в данном сниппете? Дафтпанк, One More Time. Я каждый день слушаю Дафтпанка, и даже сейчас к вам ехал, тоже слушал Around the World, там, робот-рак, и я очень люблю Дафтпанк. В детстве смотрел ролики на ютубе, как сделать шлем, как у Дафтпанка, и там типа из фанеры вышивали, оделали, пилили. Дафтпанк, вариант B, One More Time. Железно, уже B. И рис, гур, и рис. Хорошо. Кто танцует в представленном отрывке клипа A$AP Rocky Multiplay? Великолепно. Я хочу видео посмотреть уже. Поджигает блант. Какой он вообще красавчик тут молодой. Пошел. Это Янглиш, вариант D, великолепный просто парень, зажигательная энергия у него, а его танцы это что-то с чем-то. Да. И музыка у него была хорошая раньше тоже. Янглиш, да, хороший, очень слуговый тип вообще, очень много соусов у парня. Какой артист носил такую цепь на одном из своих выступлений? Что это вообще на ней? Это что-то египетское, да, наверное? Это все, понял, что-то египетское, этническое. В плейбэк-карте у нас носит только все, что связано с 666 демонами и вся херня, либо Рик Ованс наденет. Фьючер, я вообще не знаю, фьючер носит то, что дорого и стильно. Лил Джон я не видел, что носит на выступлениях, а вот Канье как будто что угодно может вообще надеть на своем выступлении. И значит, я считаю, это либо Б, либо Д. Лил Джон, ничто мне не говорит о его происхождении, что у него что-то туда хотя бы держит ту сторону. Да и в целом, Лил Джон, какая-то танцевальная музыка. Наверное, давайте Канье Вест, вариант А. Поспешил, нет, не знаю, но мне кажется, Канье Вест, вариант А. Yes, sir. Какой трек взят за основу приведенного кавера, исполненного британцем Ocean Wisdom? Это хороший вопрос. Хорошо, да, сейчас Eminem Rap God, там другой вроде, еще раз можно? Это, конечно, будет тоже не вовка, но скажу честно сразу же. Я помню Баста Раймса, вот этот трек более-менее, который написан. Помню Eminem тоже мотив этого трека. Вариант D не знаю вообще, но почему-то мне кажется, я отвечу так, потому что просто мне кажется, нужно себе доверять. Tech Nine, вариант А. Не знаю, прав я или нет, но давайте так. Сейчас будет, наверное, что-то, да, из этого. А, базар. Ну да, да. Что-то напоминает мне этот клип, кстати, недавно похоже, что-то видел. А Курьер приехал, да? Давай, давай. Хороший клип, хороший трек, салют Баста Раймс. Надо переслужить Баста Раймс и вам тоже. Погнали дальше. Каких трех артистов не хватает на приведенной обложке журнала XXL за 2016 год? Так, Лил Дики, жесть. Вот это у меня сейчас настроение, конечно, повиделось. Ну, кого не хватает? Лил Узи был в 16-м XXL. Он как раз был в одном капле с Твенни Ван Севеджем. Был Дензел Карри, был Лил Яти. Вот как раз они вместе были. И вот я назвал троих, и вроде этих троих не хватает. А я не увидел, прости, не увидел. Я думал, Джей Кол стоит, прически-то похожи. Давай тогда дальше. Лил Узи. Яхты нету. Кодек. Кодек. Блин, тут яхта великолепная вообще. Ему там 18 только. Он такой худенький, молодой, красивый вообще. И кодек тоже, жесть. Самое лучшее время вообще, клянусь, ноу-кэп. Очень круто было тогда. Так, конечно, я очень переживал. Потому что я считаю себя довольно эрудированным в плане хип-хопа и музыки в целом. И раз я себя считаю таким, значит, я таким должен быть. И я не могу прийти и обосраться. Короче, это не круто вообще. Мне очень неприятно, что я не угадал. Не то, что не угадал, а что выбрал неправильный вариант с кифом. Потому что я совсем забыл про Hate Been Sober. И это не круто. Конечно, хочется самого себя побить за это. А так были очень крутые вопросы. Очень интересные были вопросы. Даже был рад видеть Янглиша. И вообще все с этим связано было очень круто. Очень было приятно, что вы для меня постарались такие вопросы найти. Вообще круто. Я доволен. У меня настроение прям плюс 10. Перейду домой, буду смотреть XXL 2016 года. Хорошего вам настроения. Спасибо большое ребятам из Fast Food Music. Они всегда делают прикольный интерактив. Пожалуйста, поставьте лайк под это видео. Будем давайте вместе более подкованней. Любите ту друга. Я обнял вас. Бушедожор, а.к.а. Жуас, Маскуров, 2023. Лайго. Бушедожор, а.к.а.